2,5 километра, 3 улицы. Инициативная, Ветеринарная и Суворова. Дорожные участки проходят приемку после ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На благоустройство улиц из бюджета была выделена порядка 93 миллионов рублей. Эта улица очень важная для микрорайонного силикатного в связи с тем, что здесь дети идут в школу. Поэтому в рамках проекта и обустройства дорог, в первую очередь, конечно, подрядчик у нас обустроил новые тротуары, заменил проезжую часть, обустроил. Мы в рамках безопасности дорожного движения на каждой улице предусмотрели устройство искусственных дорожных неровностей. Дорожную разметку мы нанесли из термопластичных материалов на пешеходных переходах, чтобы обеспечить ее долговечность. Погода внесла свои коррективы. Дорожники зашли на объект позднее обычного. Приходилось увеличивать количество бригад. Но в целом, по словам Валерия Ведяшкина, подрядчик выполнил работы качественно. Небольшие замечания будут устранены в ближайшие дни. На сегодняшний день все объекты, которые были в программе заявлены, то есть в тендере, они все сегодня в работе и какие-то уже больше, чем на 70% готовы, какие-то уже на 90% готовы. То есть остаются какие-то последние штрихи кое-где, где-то остался только верхний слой. То есть в ближайшие дни обещают также хорошую погоду. Я думаю, что мы завершим какую-то часть объекта в ближайшую неделю также. В целом бы хотелось бы отметить, что на текущий год у нас порядка 1,3 миллиарда рублей реализуются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это у нас 19 объектов. Из них это два объекта строительства. Это улица 280 лет Барнаул, улица 65 лет Победы мы ее завершаем. И реконструкция моста Ташкентского. Также на данный момент завершаются работы на улицах Фурманово, проспекте Энергетиков. На большей части объектов подрядчики идут с опережающими темпами. Все работы планируют завершить до 1 октября. Татьяна Голубева, Ирина Корчагина, День с толком.